В ночь 30 на 1 октября поступила информация от туриста, который находился на высоте 2600 метров на вулкане Круческой, о том, что он потерял напарника. Из-за обстоятельств произошедшего выяснилось, что накануне альпинисты совершали восхождение на вулкан Круческой на высоте около 4000 метров. Застегнула непогода, переждали непогоду, затем разделились. Один продолжил восхождение и спустился на перевал вулканологов на высоту 3300 метров, другой по плану должен был спуститься на высоту 2600 в домик, откуда стартовали на восхождение. И когда второй товарищ прибыл в домик, напарника своего не обнаружил и позвонил в службу спасения. 1 октября с поселка Ключи выдвинулась группа спасателей с Камчатского филиала поисково-спасательного отряда. Для проведения поисковых и спасательных работ в количестве трех человек на двух единицах техники. К исходу дня 1 октября группа поднялась на 2500, встретились с заявителем, попутно проводили поисковые мероприятия. И сегодня, 2 октября, группа спускается вниз в поселок Ключи. Поисковые мероприятия будут продолжены при налаживании погодных условий и, возможно, при увеличении группировки спасателей. Сейчас погода в районе поиска неблагоприятная. То есть на высоте около 4000 метров ветер около 60-70 км в час осадки. Порядка 35 сантиметров снега. Температура около 15-17 градусов. То есть ощущается как минус 25. Ну и самое главное, что нулевая видимость, что затрудняет ведение эффективных поисковых спасателей работ. Вулкан Ключевская сопка или Ключевской вулкан является самым высоким действующим вулканом Евразии, самым высокой точкой Камчатки. Застаивая 4785 метров. Вулкан состоит из насыпных отложений вулканических пород, перемешанных со льдом, со снегом. Регулярно происходит извержение этого вулкана. В любое время года подъем на вулкан Ключевской связан с риском для жизни. В принципе, восхождение в любое время года на Ключевской вулкан является опасным. Не только из-за того, что вулкан действующий, но и из-за большого перепада высоты. То есть старт начинается на порядка 800 метров. От заскидывать нужно вершины 4700 метров. То есть высотная болезнь проявляется достаточно активно. Мы знаем случаи, когда у людей происходили отек головного мозга. И, к сожалению, восходители погибали. Но, как мы и думаем, спасатели Камчатского края, что одной из причин несчастного случая стали сложные погодные условия. И метеорологический прогноз не был учтен при выборе времени восхождения. Субтитры создавал DimaTorzok